В основании моего слова в это воскресное утро я положу только два слова из послания к Ефесянам из пятой главы, восемнадцатый стих. Эти два слова гласят «Исполняйтесь Духом!». Дорогие братья и сестры, я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что самым жгучим духовным вопросом нашей московской церкви и других церквей наших является вопрос о Духе Святом. Я получил на днях записку, в которой пишет брат или сестра, не знаю, пишет такие слова. Мы измучены вопросом о Духе Святом. Помогите разобраться. Помогите разобраться в вопросе о крещении Духом Святым, о дарах Святого Духа. Выведите нас к свету. Дорогие мои братья и сестры, о чем говорит такая записка? О том, что, очевидно, большая разноголосица слышится в вопросе о Духе Святом. Так что чувствуется, что многие верующие просто потеряли почву под своими ногами, а даже потеряли и покой в сердце. Конечно, это положение ненормальное, братья и сестры. А почему ненормальное? Потому что забыты некоторые слова, верующими забыты слова Господа Иисуса Христа. Кто бывает измучен от вопроса о Духе Святом? Тот, кто забыл слова Христовы о Духе Святом, слова Христовы. Он прославит меня. Это Христос сказал о Духе Святом. Значит, Дух Святой имеет задачу Христа прославлять братья и сестры. Перед нами искупленными, перед нами верующими, но также и перед всем человечеством, перед всем миром. Если Дух Святой пришел прославлять Христа, то в каждой церкви жгучим вопросом должен быть сам Христос, братья и сестры. А он никогда не приведет к смятению Духа, к потере покоя, или же каким-то тяжелым переживанием. Никогда Христос – источник мира и радости. И если вот начинается вопрос о Духе Святом как вопрос жгучий, то это говорит о том, что в церкви среди верующих забыты слова Иисуса Христа, который на все времена сказал о себе, сказал «Я есть Альфа и Омега, я первый и я последний, я начало и я конец». О чем говорят эти слова? О том, что Христос должен быть в центре нашей веры, нашей надежды, нашей любви. И тот, кто пребывает во Христе, тот стоит на таком камне, который никуда не пошатнется. Дорогие мои, нам надо понять, какова задача Духа Святого и ведет ли он нас в сторону от этого центра и может ли он нас в сторону вести. А когда пишут братья и сестры, мы не знаем, куда идти, что делать, как понимать, дорогие мои, это говорит за то, что стрелка, компаса веры нашей, отклонилась от этого направления. Мы и Он, Христос, Альфа и Омега. А отклонилась стрелка, значит, вот и будет. Это колебание, это мерцание, и до тех пор будет, пока не будет занято правильное направление. Вот Господь пусть нам в этом поможет. Тогда мы все придем к покою и радости во Христе Иисусе. Но вот апостол Павел пишет, исполняйтесь Духом, Да, исполнение Духом Святым это верный путь к достижению высокой христианской жизни и благословенного служения нашему Спасителю Иисусу Христу. Только надо понять, что значит исполняться Духом, в чем заключается исполнение Духом. Это надо понять по возможности правильно понять, на основании слова Божье понять. Вот слово исполняйтесь говорит о том, что исполнение Духом Святым не есть событие в нашей христианской жизни, которое совершается только один раз. если бы эти слова апостола Павла относились к такому единократному исполнению Духом, так он бы сказал исполнитесь Духом Святым. Вот раз исполнитесь и будете ходить с этой полнотою до конца вашей жизни. Нет. Он говорит исполняйтесь. Слово исполняйтесь говорит о том, что исполнение Духом Святым повторяется в нашей духовной жизни все снова и снова, братья и сестры. Очень хотелось бы, чтобы мы не забыли этой великой истины. Исполнение Духом Святым повторяется в нашей христианской жизни все снова и снова. Посмотрим на первых учеников Христа, на апостолов. Еще до дня Пятидесятницы Христос, посылая их на проповедь Евангелия в Царстве Божьем, дал им силу и власть. Так написано в Евангелии. Христос дал им силу и власть. И как мы читаем в Евангелии Матфея 10 глава 7 и 8 стихи, Он сказал «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Что же это была за сила, которую апостолы получили от Христа, братья и сестры? Какая это была сила? Конечно, это была сила Святого Духа для выполнения той задачи, которой Христос в данный момент на них возложил, ими полученное от Христа. И только Дух Святой мог им открыть великую истину, что в Иисусе Христе, в этом небесном Учителе, они имеют вот этого Бога, пришедшего во плоти, о чем мы только что от дорогого брата слышали. Имеют Сына Божия в смысле равного Богу Отцу, Бога, пришедшего во плоти. Вот на этой вере во Христа, как Бога, пришедшего во плоти, Христос и создал свою церковь, дорогие. Вспомним также, как в день своего воскресения Христос дал, что дал Духа Святого? Кому? Своим, трепещущим от страха, служите, уставшим от тяжелых переживаний и потерявшим мир и радость апостолам. Мы знаем их состояние духовное в горнице, где они заперлись от страха, человеческого страха, и вот пришел воскресший и сказал им примите Духа Святого, примите Духа Святого. Вот когда он их посылал на это великое дело проповедь Евангелия Царствия Божьей на исцеление больных, сказано, он дал им власть и силу, конечно, только одна есть сила, которой можно благословенно проповедовать Евангелие Царствы Божьей и совершать такие чудеса силы Святого Духа. И все это было до Дня Пятидесятницы, дорогие братья и сестры. Однако день Возвесения Христа приближался, и Христос в этот день, как мы только что праздновали, покинул нашу землю. И вот с уходом Христа по великому плану Божию должен был наступить день, должно было наступить время прихода, если можно так выразиться, образа ипостаси Христа, то есть Духа Святого. Христос говорит, если я не пойду, если я не уйду с этой земли, если я вас не покину, не придет, Утешитель, не придет Дух Святой, а когда уйду, тогда пошлю его вам. Вот это мы должны хорошо, братья и сестры, понять, что Христос, находясь на нашей земле, являлся, как сказано в послании к евреям, образом ипостаси Отца, то есть Он являл Отца, а Дух Святой является образом ипостаси Сына, то есть Христа. Он являет Христа, дорогие мои. Как Христос, живя на нашей земле, мог говорить великие слова, видевший Меня Дух Святой, братья и сестры, так и Дух Святой может говорить не менее великие слова, видевший Христа, видел Меня Духа Святого. Вот почему мы имеем полное право говорить, что Христос это образ ипостаси Отца, то есть подобие Отца, открывающий нам Отца, а Дух Святой это образ ипостаси Христа, то есть подобие Христа, открывающие нам тайны, которые сокрыты во Христе Иисусе, о чем мы сегодня слышали. Уходя с нашей земли, Христос утешает своих апостолов словами, не оставлю вас сиротами, приду к вам, приду к вам, и Христос пришел, пришел не только к апостолам, дорогие мои, не только их не оставил сиротами, он пришел и к нам, о, слава ему, пришел незримо, пришел в лице Святого Духа, и незримо в лице Святого Духа, Христос обещает пребывать с нами во все дни до скончания века, слова, которые были прощальными его словами при уходе с нашей земли. Но, братья и сестры, вы только правильно поймите, что мы не сливаем Христа и Духа Святого в одно целое, не сливаем. Христос остается Христом, Дух Святой остается Духом Святым, но Дух Святой так подобен Христу, что мы получаем образ Христа через Духа Святого. Мы говорим все снова и снова, Христос явил нам Отца, Бог Святой являет нам Христа. Вот тайна триединого Бога. Уходя с нашей земли, Христос поручил Своим ученикам очень большую задачу. Пробую Евангелие завоевывать человечество. Для кого завоевывать, братья и сестры? Для него, царя царей и Господа господствующих, для спасителя мира, для спасителя всех грешников, такой дорогою ценою купивший человечество. Вот для него ученики Христовы должны были завоевывать проповедью Евангелия человеческой души. И не только проповедью, то есть устами своими, свидетельством уст своих, но и жизнью подобной жизни Христа. Это должно рука об руку идти, братья и сестры. Проповедь великое дело. А если жизнь проповедующих Иисуса Христа как спасителя всего мира, если она расходится с проповедью, проповедь обессиливается. Значит, проповедью, свидетельством наших уст о Христе и жизнью нашей, подобной жизни Иисуса Христа, мы завоевываем мир, все человечество для Господа нашего Иисуса Христа. Апостолам предстояло идти изо дня в день по стопам Христа, не физически конечно, а духовно, исполняя Его волю во всем и преображаясь все больше и больше и больше в Его небесной красоты образ. Для выполнения этой большой и трудной задачи им была нужна особая сила, дорогие мои, сила свыше, сила Святого Духа. Никакие человеческие силы не могли бы помочь эту задачу выполнить. Завоевание человеческих сердец для Христа и Иисуса. Только сила Святого Духа могла в этом помочь. И вот в день Пятидесятницы они получили эту особую силу, получили, братья и сестры, так же, как получил ее их учитель, дорогой учитель Христос, в день своего крещения, перед началом своего благословенного общественного служения. мы, как дети Господни, должны все знать, что исполнение Духом Святым это поистине дело всей нашей жизни, всей нашей жизни, начиная от дня обращения к Иисусу Христу и кончая днем наши кончины ухода Господу в вечность. Вот на протяжении от дня нашего обращения ко Христу до дня нашей кончины должно происходить это постоянное исполнение Святым Духом. И в жизни апостолов исполнение Духом Святым повторялось, братья и сестры. Мы уже сказали, как до дня Пятидесятницы Христос им давал силу Святого Духа. И вот после Пятидесятницы мы видим все новое и новое исполнение Духом Святым апостолами. Об исполнении Духом Святым в день Пятидесятницы сказано в Деянии апостолов 2 глава 4 стих. И исполнились все Духа Святого исполнились все Духа Святого. Казалось бы, довольны? Получили? И живите в этой силе, в этой полноте. Нет. В четвертой главе 8 стихе мы читаем тогда Петр исполнившись Духа Святого. Он же получил в день Пятидесятницы братья и сестры дорогие Духа Святого. А тут уже в другое время он прямо упомянут по имени Петр исполнившись Духа Святого. Он снова исполняется Духом Святым. А в Деянии апостолов 4 главе в 31 стихе говорится еще о другом новом исполнении Духом Святым. Мы читаем «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». И что же? исполнились все Духа Святого. Дорогие мои, тут и апостолы были, и тут опять исполнение Духом Святым. Не забудьте этого, что нам Слово Божие сегодня так ясно говорит. Новое и новое исполнение Духом Святым. Что исполнение Духом Святым должно происходить постоянно в жизни детей Господних, об этом очень ясно сказано также в Деяниях Апостолов в 13 главе в 52 стихе «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». Дорогие мои, жизнь первых учеников Христа оказывается была постоянным исполнением Духа Святого. Другая великая истина в отношении Духа Святого, которую должны знать все дети Господни, но которые многие верующие не знают. Это то, что Дух Святой неотделим от личности Иисуса Христа. Дорогие мои, опять повторяю, мы не учим, что Иисус Христос и Дух Святой это слитое что-то в одно целое. Нет, дорогие мои, иначе бы Христос не сказал о Духе Святом эти слова, которые я упомянул уже сегодня. Он прославит меня. Он меня. Значит, Христос говорит о Духе Святом, который будет иметь большую задачу в этом мире прославлять Его. Он, Дух Святой, будет прославлять Его. Он и Его. И дальше еще Христос говорит, от моего возьмет Дух Святой, от моего, от Христова возьмет и возвестит вам, то есть вам передаст, от Христа возьмет и передаст Его ученикам, Его последователям, Его Церкви. Вот, дорогие мои, что Дух Святой делает. Он берет от Христа и дает это нам, Христова дает нам. В этом Его великая задача. Дух Святой ведет нас, братья и сестры, дорогие, не к себе, не к себе, а ко Христу. Ко Христу. Дух Святой рисует нам не свой образ, дорогие мои, а образ Иисуса Христа. Все, что о Духе Святом Евангелия или вообще Священное Писание говорит, все это говорится и о Иисусе Христе. Нет разницы между образом Духа Святого и образом Иисуса Христа. И все-таки это не что-то слившееся в одно. Нет, дорогие мои, тут-то вот и есть эта тайна, которую, конечно, наш человеческий ум не может понять, как сегодня брат говорил. Дух Святой, поймем это, братья и сестры, ведет нас к самому тесному контакту, в самой живой связи со Христом. И вот, если раздаются проповеди или ведутся беседы, если есть проповедники, которые так проповедуют и так учат о Духе Святом, что их проповеди отвлекают взор верующих от Христа. Представьте себе, что это может быть. И я всегда, еще самых молодых лет своего духовного возраста, страшился, когда вдруг о Христе как будто проповедь слабела, и вот в центр ставился Дух Святой, Дух Святой. И тогда я видел, что тут что-то неладное, неладное, ибо Дух Святой, сам Христов говорит, если Он приходит в какое-то сердце, если Он в церковь какой-то приходит с особой силой, Он сейчас же о Христе начинает говорить. И в сердце того, к кому Он пришел и наполнил Его, и в церкви, где Он наполняет Собою верующих, Он свидетельствует о Христе, о Христе, о Христе. Там, дорогие мои, особая получается связь со Христом. Там на устах всех Христос, Христос, Христос. Дух Святой себя, еще раз хочу сказать, не приходит прославлять братья и сестры. И если мы перестаем о Христе меньше говорить, чем о Духе Святом, это сигнал, который нам говорит, что-то такое начинается не то, о чем Слово Божие очень ясно говорит. И апостолы, уже получив Святого Духа, Его силу, говорят, как, мы проповедуем Христа, распятого, братья и сестры. А сила Святого Духа, сила Святого Духа дает нам проповедовать Христа в силе, в великой силия. Вот, но опять-таки Христа проповедует тот, кто проповедует в силе Святого Духа. И самая сильная проповедь, это проповедь полная Христа, но в силе Духа Святого, произнесенная, дорогие мои. Вот, прославляющий Христа Дух Святой, говорящий о Христе Дух Святой. Вот, чего мы должны желать, чтобы Христос прославлялся Духом Святым, чтобы сила Духа Святого была явлена в проповеди о Христе Спасителе нашим, кровь свою отдавшим для нашего спасения, чтобы сила Святого Духа была явлена в нашем свидетельство, опять-таки о чем? О Христе Иисусе. Он влечет души человеческие ко Христу и только ко Христу. Да будет всем нам известно, братья и сестры, что полнота Духа Святого характеризуется именно полнотою Христа. Да, да, дорогие мои. То есть, что значит полнотою Христа? Особой любовью ко Христу. Где Дух Святой наполнил сердце, какое бы то ни было, брата, сестры, или апостола, или Пресвитера. Там, в этом сердце, сейчас же загорается особая любовь к Иисусу Христу, дорогие мои. Особая близость ко Христу чувствуется в сердце, наполненное Духом Святым. Особая радость, ну какая радость, во Христе Иисусе начинает проявляться и во внешнем облике исполненного Духом Святым Человеком и также и во внутреннем его человеке, в сердце его. Полнота Святого Духа сказывается в особом свидетельстве о Христе, в особо благословенном свидетельстве. Словом, божественной целью Духа Святого является погружение нас полностью в Иисуса Христа. Полностью. Дорогие мои, вот я сказал, чтобы записки было сказок. Мы измучены вопросом о Духе Святом. Мы измучены вопросом о крещении Духом Святым. Милые братья и сестры, конечно, о дарах Святого Духа мы еще скажем, скажем дары, но речь идет о крещении Духом Святым как о погружении нас в полноту Христову, в глубину Христову, потому что слово крещение, знаете, что означает? Оно означает, это греческое слово, означает погружение. Знаем, это мы и по крещению водному, которое здесь совершается. Когда Христос сказал, идите, научите все народы, крестя их, это значит погружая их. Крестя их, это слова Христа, означают погружая их. В водном крещении это погружение в воду, а крещение Духом Святым это погружение Духом Святым нас с вами в Иисуса Христа. Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие мои, время близится к тому, чтобы нам отходить к концу, но я хочу вам всем встревоженным о Духе Святом, потому что разноголосится, большая, братья и сестры, да, большая, я хочу всем вам напомнить основной закон Царства Божий, Я. Знаете, как он звучит? Пожалуйста, близко примите эти слова к сердцу, это слова Иисуса Христа. Прибудьте во мне, слышите, что Христос говорит, прибудьте во мне и я в вас. Братья и сестры, никуда не давайте себя отвлечь от этих слов Христа. Вот его правила, вот его божественный закон. Не зыбли мы на веки данны. Прибудьте во мне, говорит Христос, и я в вас. Никуда не должны мы отклониться от этих слов Христа. Значит, Христос хочет, чтобы мы в нем пребывали. Это одно, одна сторона. Это одно его желание. И тесто связанное другое его желание. И я вас. Значит, мы в нем и он в нас. А кто же совершает такую связь? Такую связь, как ветка с лозою, со стволом. Ведь в лозе глаза в лить мы во Христе он в нас. Кто это осуществляет? Это Дух Святой, исполняя нас. Дух Святой исполняет нас Христом, дорогие мои. Все сердце, все мысли, все чувства, вся воля наша, все существо наполняется Христом, это делает Дух Святой, ибо он послан прославлять Христа. Он послан исполнять нас Христом. Это Христос в нас. А мы во Христе опять работой Святого Духа. Погружать нас во Христа Иисуса. Крестить значит погружать. Погружать все наше существо в Него, в Него, в эту полноту. Так и сказано, что во Христе обитает вся полнота Божества Телесной. Вот при каких условиях мы можем быть в Нем, а Он в нас. Это может только силой Святого Духа, только при исполнении нас Святым Духом осуществляться в нашей жизни. Такое пребывание нашего Христа, а Его в нас. О, как я бы хотел, чтобы это сегодняшнее слово стало ясным для всех нас. Тогда ничто, дорогие мои, нас не будет вот в разные стороны качать, шатать, никто не скажет измучен вопросом о Духе Святом. Если Дух Святой тебя мучит, то значит Он не тот Дух Святой, который ко Христу ведет, к этому источнику мира и покоя, дорогие мои. Нет, Он приведет к Иисусу Христу, Он погрузит нас в Него, Он Христа погрузит в нас, и будет чудная гармония. Вот почему можно судить, кто исполнен Святого Духа, кто крещен Духом Святым, а кто не крещен. А о дарах будет особая тема, братья и сестры. И пусть Господь нам поможет правильно понять вопрос о Духе Святом, учение Христа самого о Духе Святом, учение всего Писания о Духе Святом. И пусть будет слава Христу и Господу нашему за это сегодняшнее слово, которое будем верить, что принесет нам всем великую пользу и славу нашему Спасителю. Аминь. Аминь.